Озеро Селява считается одним из крупнейших водоемов на северо-востоке Беларуси. Общая площадь порядка 15 километров квадратных. Здесь водятся практически все свойственные для нашей страны виды рыб. Именно поэтому это место так популярно у любителей законной и незаконной рыбалки. В рейд на озеро выехали сразу шесть групп из разных инспекций. Не случайно выбранное время, так называемый переднеристовый период. Этим, к слову, не гнушаются пользоваться некоторые любители рыбки. Чтобы проинспектировать такой большой водоем, защитникам природы приходится бороздить десятки километров. Для выявления мы используем плавательное средство. И такое самодельное устройство называется кошка. Допускаем его в воду. Допускаем воду на определенную глубину. И производим исследование. В случае, если сеть здесь установлена, она будет зацеплена этим приспособлением. И затем будет извлечена из озера. Пока пишем интервью, первый улов. Сеть примерно 40 метров. Тут же и добыча несколько щук. С учетом того, что сейчас действует запрет на лов этой рыбы, хозяину снастей повезло. Его желание щука бы не исполнила. А вот кошелек похудел бы значительно. Рыбу отпускаем. Как правило, сети вставляются. В местах, где камыши. Вот это место, где как раз-таки рыба скапливается вперед нереста. Тихое место обычно, это заводь. И оно, что называется, вдали от общего обозрения. Скрытое такое. Эти мы и ставим. Мы, в принципе, знаем и постоянно их контролируем. Иной раз, чтобы выйти на нарушителя, приходится сидеть в засаде долгие ночи. Так и случилось с группой Витебской областной инспекции. Наряд обнаружил сети, поставленные в камышах. Решили ждать. И уже с утра хозяева сами же и угодили в свои сети. С нарушением были согласны. Пояснили, что, скажем так, тяжелое обстоятельство, побудили их на правонарушение, скажем так. Поэтому незаконная рыбалка была пресечена. Значит, в данном случае вред причинен окружающей среде в незначительном размере. Значит, было незаконно добыто две особи платвы. Это две базовые величины вреда окружающей среде. Впрочем, на этом диалог не заканчивается. Инспекторы предлагают сдать сети добровольно, если такие имеются дома. Это, в свою очередь, освободит от новой ответственности. Минута раздумий. Выбор очевиден. Имеется рыболовная сеть. Добровольно будет сдана. Правильно? Да. Чисто по-человечески, порой можно понять местных, которые в силу жизненных обстоятельств не способны другим способом прокормить себя. Положение всегда пытаются войти и инспекторы. Другой же разговор, когда, казалось бы, обеспеченный человек из другого района с полной экипировкой браконьера едет на дело. К примеру, нарушители скрупок. В его сети попали 12 особей рыбы, в том числе щука. За каждую ему теперь придется возместить почти по 250 рублей. Это среднестатистический случай, когда граждане, проживая, либо имея дачу на берегу озера, бывают, ходят побаловаться, так сказать, запрещенными орудиями. То бишь, в данном случае, две рыболовные сетки, которые не совсем, можно сказать так, что и длинные, но лов достаточно, в принципе, неплохой. 6 килограмм рыбы гражданин поймал. Читать нотации про винившимся не наша задача. Они ответят перед законом. Каждый волен выбирать сам, каким образом проводить досуг. Впрочем, предупредить тех, кто еще раздумывает пойти на промысел, считаем, нужно. И здесь есть два аспекта. Во-первых, сохранение природы – это благо, которое мы все должны беречь. Да и деньги, которые уйдут на штрафы, лишними точно не будут. Не говоря уже об уголовной ответственности и свободе. Александр Камович и Григорий Криштофович. Зона Икс. Итоги недели.